И в завершении выпуска. На телеканале ЛРТ прошла рабочая встреча Екатерины Дегтяреву и Ефросинии Гаштимульти, председателей комиссии по миграционной политике общественных палат Люберицы-Подольска. На встрече обсуждали ряд вопросов, касающихся межнациональных отношений. При этом особое внимание уделили проекту новое поколение диаспоральных лидеров Московской области. О нем рассказала Ефросиния Гаштимульти, которая также является руководителем организации «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов». Отметим, проект был удостоен президентского гранта. Ефросиния Гаштимульти уже посещала телеканал ЛРТ с важной целью – перенять опыт освещения в СМИ межнациональных вопросов. Сотрудничество между членами общественных палат Подольска и Любериц укрепились благодаря совместной работе. На этот раз встреча началась с подведения итогов 2017 года и планах на 2018. Так директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева рассказала коллеге о проекте «Школа добрососедства», реализованном в декабре прошлого года, и поделилась своими впечатлениями. Они придумали как, чтобы как раз-таки лидеров религиозных брать, православных лидеров, мусульманских, еврейских. Вот они три лидера садятся за круглым столом и со взрослыми, например, общаются на тему, что такое добродетель. То есть они, объясняя что-то или отвечая на вопросы детей, они приводили конкретный жизненный пример. Обсуждая межнациональные отношения, большое внимание на встречу уделили теме миграции. Проект «Новое поколение диаспоральных лидеров Московской области», о котором рассказала гостья, помогает найти граждан, которые будут поддерживать соотечественников и способствовать формированию такой же крепкой гражданской позиции. В результате мы выявим тех активных иностранных граждан и уже граждан Российской Федерации другой национальности, готовых создавать свои проекты, реализовывать их. Очень важно, чтобы часть участников нашего проекта все-таки стали такими активными лидерами Подмосковья, чтобы они, когда будет формироваться следующий созыв общественной палаты, я не исключаю, что некоторые из них подадут своей кандидатурой и станут членами местных муниципальных общественных палат. Это мечта такая. Проект состоит из трех этапов. На первом мигранты или граждане России других национальностей подают документы со своими инициативами. Далее после отбора – проведение круглых столов и мастер-классов. И третий этап – презентация победителей и большая пресс-конференция. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.